Привет, друзья! Или Габарджоба, или Мироба. Да-да, именно столько приветствий нужно выучить, пока ты едешь в Турцию. Мы едем из Подольска, говорим Подольску до свидос, в Кемер. Это юг Турции, Анталийский берег. Теперь мы в Турции в полном составе. И на самом деле, сегодня мы попадем в Турцию, но хочется все-таки начать издалека. Ведь скорее всего, ты конкретно ты сейчас смотришь это видео и вообще не знаешь всей предыстории. Мы на самом деле уже достаточно давно в пути и отсняли уже 5 серий, 5 выпусков о том, как мы едем. И это действительно очень забавное, прям приключение у нас получается. И хочется немножко быстро рассказать. Ну, во-первых, меня зовут Славян. Это Настенька, моя любимая жена. И вообще бы без нее не получилось ни канала, ни семьи. Ведь именно она мне родила таких трех пацанов. А это наша любимая машина, мультивэн. И перед поездкой в Турцию, вдумайтесь, мы в ремонт вложили больше миллиона рублей. Мы решили полностью апгрейдить. Ремонт затянулся аж на 3,5 месяца. Об этом, кстати, тоже все можно посмотреть. Это была тоже удивительная история. Эти плейлисты к вашим услугам. Итак, друзья мои, выехали мы из Подольска. Кто не знает, это город на юге Подмосковья. Как только отъехали, с нами случилась небольшая беда, машина сломалась. На самом деле, очень ювелирно сломали. Здесь ребята на туре помогли разобраться. Там механик у них. Плюс здесь же заправка. Я, наверное, сейчас задним кодом сдам. Два дня ее делали. Ну, как и делали, мы просто ждали запчасть. А сделали то ее очень быстро. А постелились уже. Все, садимся кушать. Делов-то, блин, вообще на 5 минут больше того. Мы просто ждали запчасть. Дальше мы двинулись. Дальше у нас были дикие стояночки. Дикие места для отдыха. Дальше с нами по пути случается Волгоград. Мы впервые были в Волгограде. Естественно, мельком посмотрели. Ну, естественно, доехали на родину Мачс. Далее мы доехали до Калмыкии. Посмотрели эту замечательную республику. Отведали национальную кухню. Переночевали и поехали дальше. Ну, а после нас ждал Владикавказ. Там традиционно заехали, купили осетинские пироги. Мы сняли наличку. Купили продуктов. Поужинали и двинулись проходить границу. Населенный пункт Верхний Лаз. 34 минуты ехать, там 30 километров. Нам повезло. Границу мы прошли очень быстро. Перед нами было там буквально 2-3 машины. Отпечать паспорта и едем. На нейтральной территории в этом безумном страшном туннеле пришлось немножечко постоять. Но в общей сложности, наверное, минут 40, может, даже 30 у нас все ушло на две границы. В общем, мы в Грузии. Заехали в Стефансминде на высоту 2400 метров. Там шикарнейшие виды. Проснуться, переночевать там, ребятки, я искренне рекомендую. Ну, а после мы поехали уже в Тбилиси. По пути купили сим-карту, насладились красивыми видами военно-грузинской дороги. Очень легко мы доехали до Гоню. Там встали валовчиком спать. Мы добрались. Все, встали. Здесь, конечно, такие изменения. В плане того, что был очень сильный шторм в том году, по-моему. Здесь набережная вообще смыла. Значит, попробую показать. Утром будет лучше видно. Видите, такие куски. Нет, так не увидишь. Пески. Вот видите, прям горы. И вот набережная вообще была полностью засыпана песками. Сейчас наша задача быстренько постелиться. Мы уже постелились. У нас это все дело на раз-два. Это все, что мы настирали в квартире. Настенка распределяет по нашим вот этим оконным сумкам. Бесконечно удобную вещь, которую мы сделали. Зашторились. Здесь у нас тоже шкаф. Получается водительская сидушка свободна. Вот, а это у нас шкаф. Получается наш туалет. Наш стол. Я сюда компьютер ставлю. Что-то не делаю. Вот. Ну и набережная. До утра. Ну, а это, друзья мои, шестой выпуск нашего путешественной машины в Турцию. Погнали. У нас наидобрейшее утро. Прекрасные виды. Вот про что я говорил. Видите, вот эти вот кучи. Это после вот этого, помните, был шторм века в Сочи. Естественно, в Батуми он даже был. И вот это вот весь песок, это все с моря накидывало. И здесь был, я не знаю, вот такой вот огромный-огромный слой. Очень долго ничего не чистили. Но вот перед сезоном очистили набережную. Здесь набережная такая длиннющая. Виден уже берег Турции. Вот это вот, это уже все. Вот отсюда начинается Турция. Собрали вот эту вот стопку гальки в перемешку с песком. И вот в таком вот состоянии. Я вот думаю, с утреца может быть все-таки искупаться. Но у нас пасмурная погода. И как-то лезть в море не совсем хочется. А, кстати, вон ребята на сапах плавают. Вон, в далеке кто-то рыбачит. Но пока купалки-то я не вижу. Ну что, Настен, купи-купи? Не, я пока не хочу. Понятно. Мы просто глаза открыли. Вот Валаф это вообще долго. Сейчас пока проснулись. Пока надо все сложить. Пока приготовим кофе. Пока позавтракаем. Пока соберем детей. Ух, это не пять минут. Это знаете, не как в автодоме. Ты проснулся. Ничего делать не надо. Только сразу плиточку зажег. И все. Надо если ехать. Все, поехал. Здесь нужно еще и собираться. Вон, наш бусик. Наш автодомик. Дети вечером вчера в футбол играли. Сегодня утром проснулись опять в футбол. Играют каким-то выдуманным мячиком. Да, парни? Да. Да. Устали? Не успели проснуться, уже устали? Нет, потому что не успели проснуться в том передел. Давайте умываться. У нас стоите вон 10 минут. И жилой модуль, наша большая спальня, превращается уже в обычную машину, в которой очень удобно ездить. И комфортно, самое главное. Все уже умываются. Такое утро. Иии, давайте, давайте, давайте. Папа, погиб. Так он почти уже поступил. Да, конечно, это вообще очень много. На. Давай. Умывайшн. Вчера уже вечером поздно заехали в магазин. Купили вон яйца. Купили кофеек, хлеб. Сейчас будем вон завтрак готовить. Турочка греется. Сюда кофеечек. На второй плиточке у нас яичница будет готовиться. Вот почему мы хотели вторую плитку. Потому что так готовить быстрее. Здесь одна партия, здесь другая партия. В большой семье только так. Ну и плюс эта плитка в любом случае лучше. Потому что она экономит газ. Здесь вообще порывы ветра все всегда раздувают. У нас третья плитка от Балану. Да, у нас третья турецкая стоит. Ну, по-моему, сейчас заедем в Турцию, надо будет поменять. Герош, ты будешь кашку или яйца? Мы уже почти собрались. Время уже что-то вообще прям много. 12-й час. Я вообще думал, часов в 10 мы будем уже на границе. Время 12-й час. Ну, пройдем, поедем. И Мирошка заодно поспит. Наверное, все-таки удобно. Сейчас надо приготовить сразу паспорта. Свидетельство о рождении на всякий случай. Ну, тут осталось ехать-то. Раз, два, три. Сейчас попробуем посмотреть, что на границе. Может быть, надо доллары снять, чтобы страховку купить. По-моему, она баксов 50 стоит. На три месяца как раз. Вот. Ну, сейчас попозже все будем рассказывать подробно. По поводу интернета у нас грузинская сим-карта. Она еще там два дня, по-моему, у нас будет работать. Сейчас ее, наверное, переставим на стенке в телефон. Может, она будет на нейтралке там работать. А у меня есть один гигабайт от Тинькова, от e-симки. Соответственно, единственное, что эта сим-карта не работает в Грузии почему-то. А в Турции уже будет работать. Поэтому я буду на связи. Ну, и чтобы на стенке была на связи. Вообще, я там в описании оставлю ссылку на Air Alone. Там по моей ссылке пройдете, получите 3 или 5 долларов, по-моему, скидку. Е-симки, которые там вообще по всему миру можно покупать. Мы обычно этими пользуемся. И, скорее всего, сейчас в Турции посмотрим цены на сим-карты. Вообще, они дорогущие сейчас стали там. И, скорее всего, мы тоже будем подключать себе e-симки от Air Alone. Потому что там, например, 20 гигов на месяц интернета 24 доллара. А в Турции, по-моему, симка стоит 1000 лир. То есть, это 3000 рублей. Ну, как бы выгодно взять e-симочку. Все, и последний штрих. Расшториваемся. И все, и будем выезжать. В два клика закидываю на... Через СПБ закидываю на казахстанскую карту деньги. Покупаю доллары. Нам надо, наверное, сейчас будет там вот снять наличку. И еще раз, ребята, говорю, кто хочет оформить себе карту, мы помогаем удаленно оформить. Буквально несколько дней открываем ИНН. И вам карту казахстанского банка доставляют прямо домой. Но это при условии, если вы находитесь в России. Цена всего лишь 15 тысяч рублей. Там у нас есть более сложные карты такие для более больших переводов. Все подробности пишите мне. Оставлю свой контакт в описании к этому видеоролику. Это уже началась у нас приграничная территория, приграничная зона. Я вот не знаю, стоит ли заправлять в Грузии все-таки топливо. Оно подешевле, но опять-таки в Турции точно по качественнее. Там Shell, BP-шка, вот, хоть и немножко подороже. Решили все-таки заехать здесь, вот, крутанулись на Лукойл. Дизель Евро 3,15 стоит. Ладно, заправимся и поедем. Залили. 66 литров на 211 лари. Да, все. Последний раз мы заправлялись во Владикавказе. Мы тогда полный бак там на 5 с копейками залили. Сейчас 60 литров, это, ну, чуть больше полубака. У меня 100 литров бак. Семь с чем-то тысяч. В Турции он будет еще дороже. Ну, вот так вот. Мы проходим через Сарпи, вот, собственно, да. Начинается этот поселок. Будем проходить здесь. Можно пройти еще высоко в горах, но вообще что-то не хотелось. Плюс у нас в любом случае машина. Есть к машине вопросы. Поэтому нам лучше двигаться там, где есть города, и можно получить какую-то помощь, если вдруг, не дай бог, что. Вот она виднеется уже Турция. Граница грузинская. Вот видите, вон уже мечеть. Это все, это территория Турции. Здесь можно восстановиться, покупаться. Здесь оборудованный пляж. Купаешься с видом на Турцию, но ты находишься в Грузии. Блин, прикольно так. Так, ну вот она. Здесь можно обменять валюту, купить всякие там страховки. Кстати, какая сегодня очередь? Очередь, да, есть. Да, есть. Ладно, поехали, попробуем. Что это за очередь? И где она живет? В общем, как всегда, здесь суета вся эта происходит. Снимаем 100 долларов. О, 100 баксов. У нас первые лиры еще на турецкой территории. В общем, здесь решили через... На турецкой. На турецкой территории еще. Сняли 100 долларов. Через здесь, через человека, значит, делаем страховку. 56 долларов будет на нашу машину. У него на легковую подешевле. Есть автодом подороже. Он сказал, что там будет дороже. Но ради интереса посмотрим, сколько будет стоить там. Последний раз, когда мы... Там 60 долларов мы сдавали в последний раз. По-моему, да. 60 долларов. Но здесь уже даже... Это сколько лет назад? Сколько? Ну, 2 года назад. А год назад мы уже выезжали. 2 года назад. То есть, скорее всего, там будет дороже. Но посмотрим. По курсу в плюс-минус нормальном поменял там 300... 100 лир как бы в минус сделал. Но это ничего страшного. 100 лир заработал? Он? Ну, на комиссии, получается, да. Вот. Короче, ждем сейчас минут 10, и страховка будет готова. Машин, кстати, очень мало на границе. Я надеюсь, что пройдем очень-очень быстро. Мы уже в очереди. Нам осталось вот считанные метры. Единственное, мы хотим попробовать все дружно пройти. Не выходить из машины. Надеюсь, у нас получится. Не получилось у нас. Настенку отправили туда. С детьми. Ну, ладно. Здесь приходят еще гигантские автобусы. Вот если попадешь в очередь с людьми с этими автобусами, это, конечно, еще триндец. Я в Турции. Вопрос только, где мои? Здесь такая толпа, и где их искать, я, короче, вообще не представляю. Мы в Турции, жду своих. Что-то они очень долго проходят. Я вообще прошел так быстро. Мои, получается, дольше меня проходят. Но там автобус пришел большой. Я думаю, может быть, из-за этого они дольше проходят. Шмонали чуваков передо мной. Тоже все вообще смотрели, разворачивали. Прям все вытаскивали из салонов. Я думаю, во, я тут попал, короче, надолго. А в итоге это... Он спросил меня фэмили, я говорю, фэмили. Он такой, окей, закрывай, типа. И все, у меня все быстро. Все, вот теперь мы в Турции в полном составе. Едем по турецкой земле. Первые километры спустя год мы здесь. На нашей любимой машине, блин, наконец-то. Я долго ждал ребят. В принципе, мы прошли буквально, наверное... Я быстро очень прошел. На Сен, как я сказал, стояла в очередь. Но я начал переживать, потому что у нас были казусы. Там, кто давно подписан, знают. Где-то что-то дополнительно проверяли на нарушение сроков нахождения. Но, в принципе, это... Вроде сейчас все хорошо. Двигаемся. И как только мы пересекли границу, сразу же огромное количество вот таких вот машин, как у нас. И я понимаю, что здесь в любой ситуации помогут. Здесь можно быть спокойным. Кстати, друзья мои, в Турции не надо... Ой, в Турции, в Грузии не надо делать страховки, потому что выходит почти в два раза дороже. Здесь я посмотрел 34 и 37 долларов стоит страховка. Мы, получается, грубо говоря, там... Ну, почти в два раза мы переплатили. Слушайте, а может быть, вот эта цена 34-37 долларов, это может быть страховка на месяц. Поэтому вот я точно вам не скажу. Кто в курсе, напишите в комментариях, кто, может быть, недавно пересекал. Хотел сказать привет Средиземное море, но нет, это еще Черное море. Блин, как мы рады. Сейчас курс лиры к рублю 2,8. Давайте сразу посмотрим. Первая заправка, это самая первая заправка. Здесь там буквально 2 километра. Лукойл топливо стоит 43-42. Офигеть. Вот так вот. Оно было и по 47 даже на стену. Вот так вот. Умножайте. Первый турецкий город. Здесь, на севере Турции, просто невероятнейшая природа. У нас есть давно такая мечта про путешествовать север. Ведь это совершенно другая Турция. Вот серьезно. Вот мы сейчас едем, уже 2 водопада видели. Не успел, правда, подснять. Здесь совершенно другие города. Своя архитектура. Все очень-очень красиво. Но вот опять у нас сейчас тайминг поджимает. Поэтому мы едем. Ну, вот сами поглядите. Ой, ты еще водопадище! Какие вы такие вообще скалы? Такие беленькие собаки. Кайф. Спасибо, парни, показали. Друзья мои, кто поедет в Турцию на машине, не гоняйте, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, как минимум, вот этих знаков. Почему? Потому что в Турции очень-очень подорожали штрафы. У них сейчас, по-моему, минимальный штраф за превышение это полторы тысячи лир. Это как бы, ну, дофига и действительно мотивирует не нарушать. По пути буду знакомить вас с магазинами сетевыми. Это BIM. Вот мы, например, в Грузии были, я на съемке говорю, вот кроме Spark вообще нет никаких сетевых магазинов. То есть они какие-то, может быть, и есть, но они вообще незаметные. Здесь, например, в Турции BIM, SHOK, Migros, A101. Четыре, по-моему, таких магазина, которые есть везде. Можно купить все, что хочешь. Вот у нас указатель. Артвин, Резе, Трабзон. Это вот все города, которые мы будем проезжать. И еще пару слов про дороги. Дороги в Турции потрясающие. То есть ехать вообще одно наслаждение. Естественно, есть платные дороги. Возможно, мы куда-нибудь позаезжаем по этим платным. Я точно уже и не помню, будем ли мы где-то ехать. Это вот первый город у нас начинается, где можно, Хопа, по-моему, называется, где можно перекусить, купить связь. Вон, кстати, Туркцел как раз. Здесь в Турции есть операторы Туркцел, Водофон и, короче, какой-то еще. Я вот уже точно забыл. Покажу вам турецкий туннель. Скорость можно 80. Заезжаем. Посмотрите, какие красивые вот эти горы. Как будто это чайные плантации. Вообще красота. А это, походу, есть чайные плантации. Ну да. Класс. Заехали на селенный пункт. Называется Финдикли. Тоже кругом чайные плантации. Вообще просто красота. Невозможно оторваться. И вот такой вот городок на Черноморском берегу. И у нас первый пост. Обычно российские номера вообще никогда не останавливают. Нас пару раз тормозили. Но типа потом даже ничего не проверяли. Там сразу говорят, езжай дальше. Не знаю, все меняется. Посмотрим, как будем кататься на своей машине в этот раз. Архитектура в Турции. В плане домов плюс-минус везде одинаковая. Кроме исторических городов. Мы вот сейчас едем. Попробуем здесь найти какую-нибудь кафешку. Либо в следующем уже городке. И отметим приезд в Турцию традиционным супом. Черба. Либо верджимек. Кстати, населен вот эта палатка, по-моему. Ой, палатка. Стоянка, где мы тоже ночевали как-то раз. Да, узнал парковку. На этой парковке мы останавливались. Вот за этим зданием хороший скейт-парк. Прекрасная набережная. Здесь ночью тихо, спокойно. Мы вон туда обычно вставали. И ночевали. Два раза получается. Удобно перед границей. Здесь недалеко выспался и с утра поехал на границу. Вот он, собственно, сам скейт-парк. Прекрасный вид, блин, класс. Но нам нужен подземный переход, чтобы перейти на ту сторону. Мироша, а нам сюда. Мы зашли в кафе. Обедаем. Правда, вот не было наших супов любимых. Был только томатный. Вот, ну не знаю. Посмотрим, что будет по цене. Потому что вроде здесь менюха есть. Но мне так кажется, что по 100 лир стоит. Ну посмотрим. Сытые, довольные. Как говорится. Ну что же вы, готовы услышать цену трех айранов? Ну, больших айранов. И пять порций супа. Ну, там котлетка еще на все, так там второе брала. Ну, два ручка и порция. Короче, ребятки, напишите в комментариях, как вы думаете, какая цена за обед вышла. А я чуть позже вам расскажу. А пока вам расскажу, что там, оказывается, уборщица. Работает грузинка. Вроде как из Подмосковья. Вот. Ну, там помогла по-русски. Ее позвали. Хорошая женщина. Поговорили там какие-то темы. Грустные немножко обсудили. Блин, какая красивая архитектура города. Мы думали симку купить, а сегодня воскресенье. И все вот эти конторы, они, к сожалению, закрыты. Все, мы все сделали. Пообедали, немножко погуляли. И отправляемся в путь. Единственное, что мы не купили сим-карту, потому что сегодня воскресенье. Говорю, все эти ларьки такие закрыты. В общем, мы едем по стандартному, получается, нашему маршруту. Город Унием. Там есть кемпинг перед Самсуном, получается. Вот, там встанем на ночевку, нам туда ехать 5 часов, 381 километр. Возле кемпинга есть Мигрос. Зайдем туда, купим на ужин, на обед, ой, на завтрак. Утром встанем пораньше и попробуем пересечь вот так с севера на юг всю страну и доехать уже до Кемера. Надеюсь, получится. Это мы заехали. Город называется Пазар. Вот прямо на берегу Черноморского моря. Вообще на Черном море очень много, точнее, вообще на Черноморском берегу со стороны Турции очень мало пляжей. В основном это вот все булыжниками навалено, чтобы в шторма дома не заставало. А так вот сколько едешь, пляжей нет. А вот в кемпинг, куда вот мы сейчас заедем, там будет пляж. Может, даже весь купнемся, но не знаю. Пока что-то не тянет. Хочется все-таки в Средиземке купаться. Да и погода, сами видите, какая. Вон на лобовом стекле капельки дождик был. Стоят беседки. В каждом городе есть набережная вдоль моря. Стоят классные детские игровые площадки. И не одна, ну вот видели, где-то скейт-парки, где-то детские площадки. Вот такие вот парковки. Можно остановиться, порыбачить, рыбак, например, да, и балок поймать. Кстати, про магазины. Это мы сейчас проскочили большой Мигрос. Еще, знаете, что, еду и думаю. Вот я говорю про детские площадки, и мы очень часто про них говорили, что они везде на каждом углу. А сейчас они, мало того, что везде, так они еще и очень крутые, очень современные. И вот я помню первую площадку очень классную в Турции мы увидели в Вети. Там стояли дикарьком с Антохой, Серегой. А сейчас такие вот площадки, вот мы едем в каждом городе. Они крутые, с высокими корками, все новое. Видимо, у них какая-то программа пошла полностью обновить и под современный лад. То есть детям еще интереснее. Супер. Кстати, что еще хочу вам показать. Говорил уже неоднократно, что в Грузии и в Турции топливо дороже. Но расход падает. Вот смотрите, мы в Грузии заправились перед границей. Сейчас едем, у нас смешанный режим. По городу мы едем. Светофоры, где-то повороты, ускорения, туннели. Средняя скорость, к которой я иду, это 80-90 километров. Прям на круизе. И вот расход. 8,2 литра. И он продолжает падать. Я в России заливал полный бак. Если вы помните, у меня писалось там, хватит на 840. Сейчас вот всю дорогу пишет 990. И скорее всего расход еще упадет. Это не может не радовать. Топливо здесь однозначно лучше. Это прям 100%. Но потом еще зальем полный бак именно турецкого топлива. Ну и тоже посмотрим, как оно будет. Давно вам не показывал. 2438 мы проехали от нашего дома, от Подольска. И вот на этом километре мы заехали в город Трапзон. Здесь аэропорт. Прям на берегу. Первый аэропорт был, мы проезжали в Резе. Очень красивый, кстати, у них там тоже прям на берегу стоит. А это аэропорт Трапзона. Вот прикольная смотровая площадка в виде чайной чашки турецкой. И вечером, когда едешь, но в темное время суток она очень красиво подсвечивается. Какой потрясающий вид у нас открылся. Смотрите, какая красота. Рыбацкая деревня. Офигеть. Посмотрите, как красиво вдалеке облака лежат над вот этими высокими горами. Блин, транспортер, ты чё, я просто. И у нас дождик-дождик, непогодка здесь. Вот мы реально хотим покупаться в Черном море, вот там в кемпинге, например, даже. Но если будет такая погода, то... Вот в Третьярах мы едем. Да. И такое чувство, что там никогда не купается. Там всегда такая погода. Ты знаешь, вон там солнце видно в небо. Думаешь? Ну посмотрим. Ну посмотрим. Вот. Поливает. С погода нам прям везет. Вот такая вот красота. Капец. На улице 18 градусов машина пишет, видите. 2.556 мы проехали. Вот море реально чёрное. Посмотрите, вот цвет. Рыдец. Офигеть, можно. Мы едем, о еде заговорили. У нас, кстати, здесь вот распогодилось. И я вспоминаю, что я вам не сказал, сколько мы отдали лир в этой столовой. Как столовой? Кафешке. 590 лир. Весь набор, что мы заказали, вы видели. Умножайте это всё вот, грубо говоря, на 3. Ну там 2.8, но тем не менее, на 3 умножьте. Это просто офигеть. Ужас. Проезжаем город Орду. Здесь красивая набережная, классно устроена. А с этой стороны очень прикольные рестораны. Стиленькие. Нам осталось, ну, плюс-минус немного. Сейчас едем по туннелю, который длиной 4000 километров. Ой, господи. 4000 метров. Достаточно длинная такая история. А вот мы и выезжаем. И раз и темно. Раз и темно. Вот так вот. И дождь пошёл. Да ёпараса ты, ай. В Турции на дорогах есть дебильная штука. Вот тут стоп-линия, а знак вот над тобой. То есть нету вот дублирующего светофора, как вот у нас. Тебе нужно либо вот так вот наклоняться, смотреть, либо останавливаться до ступления. Перед кемпингом заехали мы в магазин. Огромный мигрос. Он прямо здесь, возле кемпинга, в двух километрах находится. Сюда, пацаны. Вот. Мы 2, что ли, года назад тоже вот первый раз сюда заезжали. Затаривались. Пробежимся хоть по ценам, посмотрим быстренько, что и как. Вот молоко, которое мы обычно брали. Вот, грубо говоря, там 30 лир на 3 умножить 90 рублей. О, мясо. Цены на мясо. Ну ладно, потом, короче, мы сделаем, надо побыстрее нам... Короче, да, цена 250 за взрослого. Офигеть просто. Туда идти, до туалета. Мы бы и встали где-то дикарем, но учитывая, что дождь, эту местность мы не знаем, темно. Вот я поверну камеру, вот даже вот тут море прям сразу, его не видно. Поэтому все, сейчас будем быстро как-то готовить еду. Как-то надо раскладываться. Ну а завтра уже вот при свете дня покажем, что и как. Все, спасибо, что досмотрели до конца. Все ссылки важные и нужные там в описании. Пока.